Итак, оперативная обстановка. Российская Федерация не отказывается от своих намерений по оккупации Украины, продолжает вести наступательные действия, не считаясь с потерями. Основные усилия противник сосредотачивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Маринском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил более 75 атак на указанных направлениях. Получая мощное сопротивление от подразделений Сил обороны Украины, Российская Федерация продолжает применять тактику террора по отношению к мирному населению Украины. Не прекращает наносить удары и производить обстрелы населенных пунктов. За минувшие сутки противник нанес 3 ракетных удара, в том числе по объекту гражданской инфраструктуры города Харьков. Также враг нанес 29 авиационных ударов и совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высока остается вероятность дальнейших вражеских ударов по всей территории Украины. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений российских оккупационных войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. В течение суток враг совершал обстрелы районов населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей. На Кубинском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия. Идут локальные бои на участке от района Площанки до юга населенного пункта Дебровы. Враг продолжает терять личный состав и технику в селе Грениковка. Здесь ситуация более-менее стабилизирована, хотя противник продолжает пытаться вести наступательные действия. На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток штурмовать Бахмут. Нашими защитниками отражены многочисленные атаки противника. Глобально за сутки ничего не изменилось. Ситуация в городе остается на грани критической. Места, где больше всего давят оккупанты, то же самое остаются те же. Это завод, с севера это завод и снизу, с юга это частный сектор. Также продолжает работать диверсионно-разведывательные группы, точнее пытаться продолжать работать в районе самолета. Идут бои в Хромовом. Ситуация пока не определенная. Там идет ожесточенный бой. На что будет к итогу боя? Займет ли противник этот населенный пункт или нам удастся его отстоять? Пока на данный момент сказать точно нельзя. Идут боевые столкновения. Противник пытается закрепиться в лесополосе на севере от города Бахмут. Но успеха не имеет. В самом городе ситуация настолько сложная, что сегодня отразить точную линию боевого соприкосновения практически невозможно. Некоторые перекрестки, некоторые улицы, некоторые кварталы переходят из рук в руки в течение нескольких часов. Так что линия, которую мы с вами видим на карте, я обычно всегда отсылаю к карте Deep State Maps. Она более-менее точная, более-менее согласованная с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. Поэтому даже та линия, которая сегодня на этой карте показана, она показывает приблизительное положение линии боевого соприкосновения наших войск с оккупантами, с расистами в Бахмуте. Далее. Авдеевское, Марьинское и Шахтерское направления. Здесь враг совершил безуспешные наступательные действия. У Невельского понес огромные потери и отошел на ранее занятые рубежи. То есть, там мы нанесли довольно существенный урон противнику. Продолжаются бои возле самой Авдеевки. На указанном участке фронта за прошедшие сутки больше всего атак зафиксировано в районе Марьинки. Там идут ожесточенные бои за центр города. 12 атак было сегодня зафиксировано в самой Марьинке. Все они отбиты нашими защитниками на данный момент. Вот такая вот ситуация. Запорожское направление. Здесь активизировались боевые действия. Наши возобновились боевые столкновения в районе Нестерянка-Новопокровки. И судя по имеющимся в общем доступе данным, происходит столкновение с обеих сторон. Есть потери в технике. Мы как мы пытались атаковать, так и противник пытался атаковать. На данный момент ситуация стабильная в том плане, что линия фронта не изменилась. Не претерпела никаких изменений. Ну и остается у нас Херсонское направление. Противник ведет оборону на Херсонском направлении. Обстрелы по обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что находятся недалеко от линии боевого соприкосновения. Тут практически столкновений нету. Только дистанционные бои. Работа, вылазки диверсионно-разведанных групп. Почему? Потому что линией разграничения служит река Днепр. За прошедшие сутки авиация сил обороны Украины. Нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Наши воины сбили вражеский самолет Су-25. 13 беспилотных летательных аппаратов разного типа. Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь поразили пункт управления. Войсками российские три района сосредоточения личного состава и военной техники противника. А также две радиолокационных станции. Станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции. Кроме того, за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 1040 российских оккупантов. Уничтожили 12 танков, 11 боевых бронированных машин и 11 артиллерийских систем. Также враг потерял одну реактивную систему залпового огня и 3 средства ПВО и 17 автомобилей. Вот такой урожай собрали наши войска. Что касается ситуации в Черном море, она резко изменилась. После случая с беспилотником американским МК «Риппер», в Черном море началась нетипичная активность для последних месяцев российской эскадры. Вышло более 20 единиц плавсостава Черноморского флота. Среди этих единиц 5 носителей ракет «Калибр», общий зал которых может составить 38 ракет. Один из ракетоносителей подводная лодка, остальные все надводные корабли. Но это больше связывает не столько с подготовкой и нанесением ракетных ударов. Очень мало прошло времени с 9 марта, а мы знаем, что в Российской Федерации есть проблемы с подготовкой самих ракет к боевым пускам. Скорее всего это связано с тем, что они пытаются выловить или поднять какие-то обломки вот этого американского беспилотника, которого они сбили позавчера. Глубина залегания где-то 1500-1800 метров, он не упал в самое глубокое место, он находится на такой глубине. Но на сегодняшний день на такую глубину могут спуститься только специальные глубоководные батискафы. У России есть такие, я напомню, что есть такой лошарик, помните, да, который, кстати, который занимался диверсионной деятельностью в Балтийском море, был замечен. Потом на нем, а на одном из этих кораблей, их же несколько, этих лошариков. На одном из них был пожар и по некоторым данным, пока официально не подтвержденным Российской Федерацией, на нем в результате пожара погибло 14 старших офицеров Балтийского флота, Балтфлота или Военно-морских сил Российской Федерации, вот так скажем. Поэтому перевести его с Сухопутьем, Суходолом это время, а допустим перегнать вместе с материнской подводной лодкой, которая их выпускает, это лодка типа, это Белгород, подлодка, которая там с теми же Посейдонами может работать. Вот, на сегодняшний день не представляется возможным, потому что Босфор, Турция не пропустит подводную лодку с атомной энергетической установкой и с вероятными атомными энергетическими установками на борту ее субэлементов. Вот, так что я сомневаюсь, что в России будут какие-то возможности с такой глубины поднять, поднять какие-то обломки. Хотя могут попробовать, правда зачем им это делать, трудно сказать, потому что в сети появляется реакция Соединенных Штатов, мы об этом поговорим чуть позже, о том, что, я же говорил, что ответка будет, будет ответка и очень даже серьезная и очень жесткая. Россия не один раз пожалеет о том, что они сбили, или во всяком случае, ну если сбили, сказать, с натяжкой, потому что не было стрельбы, но во всяком случае способствовали тому, чтобы он упал и разбился. На этом вот такие сегодня произошли военные новости. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!